здравствуйте подписчики моего канала зрители данного видео вот хотел бы показать как развиваются поросятки сегодня у нас 25 апреля поросяткам четыре дня значит что я хотел бы отметить самое важное в начальном этапе так скажем для них это температурный режим ну то есть они не имеют сейчас ни жира подкожного и вообще не имеют ничего поэтому согреваться им очень проблематично они начинают сбиваться улица к маме мама в свое время но в то же время не очень расторопно не настолько расторопно как человек допустим и вполне может их затолкать нам задавить в общем чтобы этого избежать в идеале конечно сделать им маточник но это для белых семей больше такая необходимость для вьетнамцев они попроще в плане размеров соответственно более ну как скажем более аккуратно и задавить поросяток своих это у них не так часто встречается но с учетом температуру нужно поддерживать в районе 26 28 градусов в первых там 5-7 дней в дальнейшем можно снизить где-то градусов до 25 при этом температура это нужно большей степени поросятам а для самой свинки достаточно будет 18 градусов 18-20 но у меня я просто-напросто решил проблему тем что поставил такой дуйчик обычный подцепил нависел ду на них температура сейчас нормально не жарко поэтому дуйчик мы выключили все еще какое что отметить хочу кушать до утром дал вечером ну поёк у нас усиленный сейчас поэтому кушать моим объедом сейчас побольше и забыл все остальные все остальные как бы проблемы со своими детьми она решает сама то есть кормят их там когда чего поет нашла с ними делает они не пищат чувствуют себя прекрасно повырастали уже не знаю будет ли видно но визуально за четыре дня они добавили наверно вдвое от того что рождались даже больше на потому как реально уже стали такими очень изначально они раздаются размерами с телефон nokia 30 10 а теперь это уже ну что-то такое как псп приставка или даже как планшет сколько там 9 дюймовые ну чем уже достаточно достаточно такие при этом вот пятый день четвертый день сегодня идет можно было принципе на третий день уже их проколоть железом но то времени нет железо уже куплено лежит ждет ждет своих хозяев проколем их завтра может или послезавтра или в одну желательно в ближайшее время уже проколоть белоксина коля там сразу первый день до 1 3 а повторно на 10 мы их тоже проколем там в пятый день еще недели через две она в две недели еще раз уколи о том как это сделать видео снимем если кому будет интересно посмотрите можно в принципе никого но если уколоть витаминками железом то это даст возможность им быстрее набирать вес расти и вот тогда реально допустим за 45 месяцев они вырастут до забойного веса до полугода до 6 месяцев вот тут тоже вот обратите внимание некоторые есть маленькие поросятки она сейчас черный маленький а он рядом стоит так сразу предупреждаю чавкаю не я чавкает их не мало поэтому не самое в комментариях меня не ругать те которые есть прям конкретно больше в два раза больше наверно от самых маленьких вот это белый так вообще здоровье при этом кабанчики будут расти побыстрее чем свинки гораздо побыстрее да по-моему обычно так происходит да где-то недели через две а может две недели у короче дней двадцать три недели мы наверное сделаем начнем их тоже подкармливать чтобы они уже получали помимо мамонного молока еще могли получить дополнительную пайку это ускорит их не рост развитием главное вот первых месяц-два их конкретно так разогнать иначе они тут и многих получается проблема начинают рассказывать не растут вес не набирают но в принципе и такое возможно и не спорю ну как бы обратите внимание на маму говорят генетика сейчас я отойду и сниму маму вот посмотрите на эту маму она у нас уже была тут светилась неоднократно вот какая у нее генетика нормально или нет я думаю нормально для вьетнамской свиньи нормально своих 35 килограмм мясом они в полгода отдать должны аж на уровне ну либо остаться на развод я знаю в общем на 3 5 день обязательно проколоть ну как обязательно если есть возможность лучше проколоть скажем так если уж возможности нет ничего не поделаешь значит возможности нет умереть не умрут но расти будет хуже мы проколем чтобы они быстрее росли развивались температура уже они не так страшно они уже трошечки отъели все у нас поэтому на перепады температуры так и реагируют фонарик под сдох осталось да и на улице потеплее стало тон ночное время до неприятно холодно сейчас уже такого нет буду заканчивать видео подписывайтесь на канал контролируйте температуру свинарники особенно в первые дни когда поросятки не способны сами противостоять перепадам ну и соответственно посмотрим шок как все дело будет у них дальше продолжаться подписывайтесь на канал ставьте лайки пишите комменты всего доброго